Это мой был предпоследний проект или предпоследний, с которым я ездил на онсайт, разберется с клиентом и так далее. А мы можем коммуницировать, кто работает с CloudFusion? Можете, пожалуйста, в чат единичку? Мне интересно, есть кто-нибудь, кто работал с CloudFusion уже? Кто знает, что это? CloudFusion – это очень старый язык адобовский, берет еще свое начало очень с давних времен. И оказывается, что это для нас было тоже достаточно, насколько я знаю, сейчас два или три проекта язык скидывали. Дима, а ты можешь выключить видео, потому что, похоже, видео забивает канал и тебя слышно куска. Я понял, без проблем. Сейчас выключу. Так даже получу. Так лучше? Пока да. И у клиента, ну, так получилось, да, то есть приложение у них очень старое. Предыстория такая, что сам по себе клиент большой, и у него достаточно мажорные заказчики были. Приложение у них – это некое подобие маркетинг-системы, то есть, ну, аналог, там, 1С-склад или что-то такое, то есть позволяет вести учет продуктов, товаров и тому подобное. Приложение состоит из двух частей, то есть, одна часть доступна нашим заказчикам, они, как администраторы, настраивают спейсы под своих клиентов. Клиент, приобретая спейс, ну, или в этом эффективности продаж и так далее и тому подобное. То есть, это такая надстройка над маркетинг-системой. Она интегрируется с некоторыми CRM-системами, такие как Salesforce и тому подобное, наверное, совершенно. Сегодня я предлагаю рассмотреть реальный кейс, как мы воевали с заказчиком за то, чтобы заказчик выстроил нормальную рабочую инфраструктуру и, собственно, избавиваясь от тех проблем, которые у него были. Я начну коротко с описания, что когда мы пришли на проект, что мы увидели. Далее, как мы это эволюретили, какие рекомендации дали. Соответственно, тот проползал с теми констранентами, которые мы столкнулись. и final solution, который мы заимпликнули. Проект у нас занял чуть больше полугода, хотя при определенных условиях, я уверен, его можно было реализовать месяца за днем. Итак, поехали. Я коротко оставлю здесь слайд, но думаю, все понимают, что такое continuous integration, delivery, deployment. Я буду возвращаться к этим понятиям. Далее. Коротко, если так взять, из чего состояла инфраструктура приложения. Это не ту емалью, но в схематике нужно отображать. В чем заключалась вся суть? Девелоперы, соответственно, писали код, коммитили и пушили все в репозитории. Далее. Был специально обученный CI-инженер, который по команде от менеджмента брал пакет в ZIP по определенным инструкциям. Надо еще сказать, что инструкция о информации про их клиентов хранилась в специальной сервис-дискавери-системе. Это была Harbit. Это база данных некая, которая говорила, какой кастомер находится на каком сервере, какая релизия там и тому подобное. Таким образом, CI-инженер использует эту информацию. Он знает, какому заказчику надо проапдейтиться на какую версию. Собирал пакет этой версии, шел в Harbit, смотрел про него информацию, куда этот пакет надо закинуть. Шел ручками на сервера, которые располагались на Windows в инфраструктуре. И, собственно, этот пакет был один-единственный скриптик, который помогал, который как бы делал последний шаг. То есть у них была инструкция, какие файлики надо перезаписать, какие удалить. Они запускали этот батник, этот батник перезаписывал или удалял определенные файлы в соответствии с инструкцией. Переложение было, как я сказал, использованием нескольких джавишных приближений. Приблизительно схематически состояло из двух частей, как я сказал. Это сам портал, общий для всех информационный сайт. Но, с одной стороны, был спейс для наших клиентов, где они настраивали приложение или спейсы своих клиентов, своих заказчиков. А их клиенты уже заходили на сайт портал.бла-бла-бла. И, соответственно, у них там были свои креды, они там вели свой учет своих продуктов, своих товаров. Это все располагалось на разных машинах. Процесс деплоймента состоял следующим образом. То есть, я уже сказал, специально обученный CI-инженер шел, получал реквест на апдейт какого-то сайта, потом шел на виртуалке, где этот сайт располагался, соответственно, бэкапил его сначала, потом шел в специальную папочку, генерил апдейт пакет, накатывал вручную SQL скрипт на базу данных, далее апдейтил нужные отжарники и, собственно, сам сайт. После этого рестартовались все CodeFusion сервисы. Приблизительно, когда мы пришли и увидели, как клиент задает параметры, это выглядело вот так вот. То есть, чтобы задеплоить одно приложение, задавалось там 20 плюс параметров, это еще не все, которые нужны были для деплаймента. И это все задавалось ручками. Соответственно, перед нами стала задача проэволюетить систему, понять, как нам двигаться дальше и, в соответствии, выстроить приоритеты и двигаться дальше в соответствии с приоритетом. Я думаю, кто-то из вас улучшил о таком ресурсе, очень популярном среде девапсов, как Dizon. Так вот, Dizon.com, они публикуют у себя периодически чек-листы, они их периодически даже апдейтят, обновляют до какой-то версии, вносят туда некие поправки в эти тесты. Что из себя представляют эти чек-листы? Это некий список утверждений, который позволяет однозначно выставить вам галочкой «Есть это у клиента или нет этого клиента?». Здесь вы видите только часть теста, полный тест раза в три больше. По окончанию вы можете поставить, например, какую-то оценку. То есть у клиента присутствуют три пункта из двадцати. Это вам позволяет понять, куда дальше идти. Соответственно, когда мы проэволюетели, мы пришли в небольшой шок. И когда показали это клиенту, клиент тоже пришел в небольшой шок. Они не знали, что у них все так плохо. То есть у них не было автоматизации, в принципе, никакой. Далее. Мы завели Jenkins и все такое под параметры, которые нам хотя бы начал покупать пакет. Соответственно, клиенту были даны рекомендации. Ну, это достаточно стандартные рекомендации. Скорее всего, вы их уже встречали там. Которые были даны нашей architecture team после assessment test. У клиента не было ни покрытия тестами нормальное, ни quality acceptance criteria. То есть automation тесты отсутствовали, в принципе. Коммитивался код как угодно. Unit-тесты тоже были, но результаты с них не собирались. И клиенту был предложен следующий вариант для improvement их инфраструктуры. Он достаточно сложный, как вы видите. То есть в корне отличается от того первого, который я показывал. Что было предложено? Ну, как я уже сказал, было предложено поставить Jenkins как бью-систему. То есть начальную автоматизацию, которая позволяла автоматизировать unit-тесты, собирать, автоматизировать функциональные тесты и каким-то образом собирать их в пакетах. Могу. Могу. Т.о. Рамдека можно управлять Jenkins'ом и так далее. Это некий такой продвинутый клон, который, То есть дергать API-шки, запускать кастомные команды, то есть все что угодно. При этом, ну и вы видите, что еще был заимплеменчен CHEF, CHEF как провиженинг, был предложен и миша от провиженинг-тулза, которая им позволяла бы готовить их виртуалки, то есть при конфигуре. И перед тем, что пропозал, был предложен клиенту, продемонстрировал, мы столкнулись с следующими ограничениями. И первое самое важное ограничение, которое было, это TeamSkillSet. Команда была совсем не адаптирована для работы с Linux Environment. То есть в команде, Ops-команда, которая была, они были чистые Windows Admin. Чистые Windows Admin, никогда не работавшими с Linux, с языками типа Python, Ruby и тому подобное. Hardware Environment Constraint заключался в том, что они, в принципе, никогда Linux, то есть все не держали, не конфигурили и не готовили никогда. Деньги. Деньги это было очень серьезным констрейнтом, потому что CTO компании сказал, никаких дополнительных инвестиций в покупку дополнительного софтура мы делать не будем. В итоге, проведя несколько презентаций и встреч, диалогов, наш solution был сокращен до вот такого варианта. Мы убрали с него RANDEC и убрали с него CHF. То есть все, что было Linux-подобным. Упростили его до максимума. Далее клиентам был предложен некий гитопроч. Apple Watch подразумевает следующее, в том, что есть сайт, и его можно применять только тогда, когда у нас отсутствует binary, в принципе, как в случае нашего клиента. Таким образом, мы устанавливаем гит на веб-сервера и просто стягиваем те исходники, которые есть. Все. Если нам надо проапдейтиться, мы должны удаленно на веб-сервере выполнить команду апдейта сорцов. Таким образом, получим свежую версию сайта. Этот подход содержит свои плюсы и минусы, но был исключен по итогу. Так как были свои security constraints, клиент содержал пароли и некую секьюрную информацию в коде, которая нежелательно была бы, чтобы она попадала на конечный environment. Это основной был constraint, и также это требовало неких изменений в инфраструктуре, как в firewall и тому подобное. Также, чем был неудобен гит, нам нужно было апдейтить базу данных по ходу. То есть нам надо было каким-то образом еще генерить деби-пакеты и, соответственно, доплоить их на деби-сервера. Как я уже сказал, это то, с чем мы столкнулись. Да, еще этот подход требовал manual conflict resolution, потому что у клиента находились заказчики, которые просили ход-фиксы, и добрый клиент разрешал им ход-фиксы делать прямо в life environment, в коде life environment. Этого, соответственно, надо было избежать в долгосрочной перспективе и, соответственно, настроить access management таким образом, чтобы никто лишний не имел доступа до life environment, до продачи. Соответственно, схема, в принципе, та же, да, то есть мы пришли к этой же схеме. Что было предложено дальше? Далее был предложен следующий automated deployment solution, который учитывал возможный рост их инфраструктуры, и так как клиенты стремились все-таки переписать, на тот момент появилась инициатива переписывать некоторые библиотеки под Java, и, соответственно, там начали нанимать Java разработчиков, встал вопрос еще менеджмент артефакта. В качестве менеджмента артефакта был выбран Nexus, и процесс предположительно должен был состоять следующим образом. Настоящая схема немного сложнее этой, потому что были еще дополнительно написаны сервисы, которые собирали информацию с базой данных в автоматическом режиме, получали информацию от клиента, о клиенте и где находились их сорции, информацию об инвайне. То есть сервис-дискавери-система была импульта. Соответственно, полный процесс автоматизированный стал выглядеть следующим образом. Девелопер, который там закоммитил какие-то сорции, например, приходил реквест об апдейте определенного сайта клиента на определенную ревизию. Далее в автоматическом режиме сервис получал информацию с Harbit. Harbit – это сервис-дискавери-система о том, где сайт находится, где он строит сервисы, где находятся базы данных и так далее. Собирал это все в артефактик на основании git-dif, то есть он делал git-dif между той ревизией, которая текущего клиента, и той ревизией, которую надо было задеплоить. Делал div-пакет. Далее стандартная процедура стопилась в CodeFusion, запускались апдейт-скрипты, накатывались новые сортисты сверху, стартовал CodeFusion, и, собственно, мы получали задеплоенный сайт. Надо сказать, что система сервис-дискавери у клиента была написана достаточно хорошо. То есть там содержалась достаточно полная информация о том, какой так, какой branch revision, source location, DB information и так далее. Все остальное получалось из git-а. Что еще было хорошо у клиента в том, что SQL-скрипты были индопонентные. Для этого не требовалось использование чего-то типа Liquibase или какого-то специального датабейс-менеджмента отдельного, так как их скрипты позволяли накатываться на базу данных столько раз, сколько угодно, и выполнялись только те операции, которые были добавлены. Соответственно, мы пришли к Jenkins Pipeline. На тот момент они уже вышли из беты и были релизнуты. То есть это нам позволило хранить конфигурацию в Jenkins Job Repository. И, соответственно, выбор параметров сократился с 30 до 8. Это позволяло очень быстро настроить деплой на новый environment и, собственно, проопдейтить. Эту картинку многие знают. Это стандартный снимок Jenkins Pipeline. Параллельно Automation Team задавала протесты. Соответственно, мы решили вопрос и с покрытием. С тестовым покрытием, вини-тестом, код каверидж. Что еще привело клиента в шоковое состояние? Это количество ошибок, которые мы у них нашли, когда прогнали цифринт. Естественно, 116 тысяч ворнингов и ошибок. То есть таким образом мы, в принципе, решили задачу. И сейчас этот проект, насколько я знаю, достаточно успешно развивается. У меня все. Какие есть у кого вопросы? Есть у кого вопросы? На самом деле интересный рассказ об опыте и о том, что какие клиенты могут накладывать свои констраины. То есть мы тоже использовали рандек. Мы тоже предлагали. Мы тоже использовали обновление гид на вебсервера с помощью гита. То есть мы опускали веб-странную таск на кучу веб-серверов, которые делали гид по какой-то ревизии. Так что такие случаи у нас тоже были на запросе. Какие выводы были сделаны, могу сказать, что по большому счету этот проект можно было реализовать за два месяца, я думаю. Ошибки были на начальном этапе переоценки мочурности клиента. Было сделано предположение, что команда клиента достаточно мочурна и сможет справиться с этой инфраструктурой. Оказалось, нет. Оказалось, TeamSkillSet был очень ограничен и возможности, опять же, имплементации новых технологий, тот же, если ввести рандек, тот же, если ввести чеф, занимало бы достаточно продолжительное время. Сроки проекта были сжаты. Соответственно, инфраструктуру пришлось упрощать и та автоматизация, которая была, небольшая написана, использовался и повышал. Fred, я думаю, если мы следующим экстрактамерами, 알아 pointerся на основе обязательно получился с открытиями Eagle. С advocating по следующим экстрактамерам, с поддержкой проекта,ieso занимали Bennu, экономику деньги за открытку и в ад bana. Ну и координар extreme гранирую. а плюс С ​​эптомartу. Спасибо за 2018. Продолжение следует...